здравствуйте дорогие мои афонтовцы и конечно подписчики на канале youtube голова садовая так жарко что просто нечем дышать значит мы стоим около куста гортензии откуда возникла вообще эта тема почему гортензия почему рода дендрон и почему так печально иногда выглядят эти два растения да потому что мы забываем все время что гортензия влаголюбивое растение в страшно влаголюбивая гидронгея тоскую щи по воде получая огромное количество воды каждый день практически она конечно выбрасывает огромное количество новых побегов также ведет себя рода дендрон и нам кажется наивным какая красота будет на следующий год столько побегов а каждый побег у этих растений и урода дендронов всегда заканчивается шапкой цветка это изумительное по красоте растения ну значит вот здесь специально не убранные и оставленные побеги которые погибли это был новый прирост видите мало того что это растение как бы погубило своих деток да а у этого растения есть еще одна проблема и урода дендроны тоже у них корневая система находится очень близко под поверхностью почвы и при наступлении холодов когда не закрыто все приличным слоем снега а нужно не менее 30 сантиметров хотя бы нам при этом надо помнить что корневую систему надо садовым мусором укрыть сантиметров 20-25 вот так по проекции кроны еще сантиметров 20 отступить вправо влево от него но мы этого не делаем мы же ленивые господи ты боже мой и все это пропадает вот смотрите для того чтобы помочь растению но укрывать прикорневую систему это обязательно это даже не обсуждается для того чтобы спасти новый прирост вот эти молодые побеги надо остановить их рост вот в чем проблема урода дендрона и у гортензии это нужно делать обязательно а урода дендрона особенно потому что он обрастает невероятно невероятным количеством этих побегов и вот представьте если бы их сохранили какое цветение было весной это это глаз не отвести для этого есть такой препарат который называется сульфат калия или серно-кислый калий у него два названия один модный другой народный значит для того чтобы как-то помочь этому растению остановить рост побегов и дать им вызреть вот в этом проблема что они уходя зеленые мощные сочные в зиму они не выдерживают холодов они все погибают причем ладно бы погиб вот так да и же гортензии и рода дендроны которые восстанавливают зеленую массу и цветут но это редкие исключения на самом деле значит на 1 литр 1 грамм на 10 литров 10 грамм 10 грамм это 2 чайные ложки один грамм сами понимаете это одна десятая от 2 чайных ложек это примерно ну я думаю вот 4 5 колбасок вот таких здесь сульфат калия представлен вот в такой вот в гранулированной форме значит вот это количество на один литр воды нужно растворить в опрыскивателе конечно разумеется значит бросаем туда это все вот я сейчас буду болтать и растворять а вы слушайте внимательно если вы собираетесь что-то опрыскивать неважно как это называется выберите или пасмурную погоду или вечер рано утром все-таки нет рано утром в 4 часа можно но все-таки пасмурную или вечер почему а вот смотрите пасмурную погоду лучше бы 6 до 8 утра вечер это 6 до 8 вечера тоже или пасмурную или чтоб уже было ну как бы теменько да потому что именно в этот момент у листа откроются листовые устица и растение примет все что мы ему даем и отправит внутрь своего организма и это вещество калий серый сульфат калия серно-кислое оно заставит растение вызревать то есть прекратит свой рост и вся у него внутренняя часть коры и внутри коры в стволах это все начнет вызревать то есть становится взрослым я бы так сказала и совершенно спокойно перезимует есть конечно укрывные сорта таких растений но у меня таких нету это точно это гортензия метельчатая поэтому страдает она от морозов знаете то что написано 40 она там выдерживает 37 дофигня это все на постном масле все равно нужно помогать растению может и выдерживает когда нету ветра а когда есть ветра и даже 25 градусов вот тогда возникнет проблема я конечно попробую опрыснуть веточку который находится не на солнце но вам рекомендую все таки все таки сделать это в пасмурную погоду или вечером мелко дисперсионно так это называется опрыскиваете так чтобы на листочке прямо подтекала можете для удержания раствора вещества на листе добавить несколько капель ну сюда одну каплю достаточно ну зеленого мыла это идеальный вариант просто и опрыскивая понимаете что вот до опрыснули я вижу что весь листик покрыт этой влагой с этим веществом запоминаете да это вы должны сделать уже в конце августа месяца пока идет нисходящее сокодвижение и тогда растение все поест и попьет все что вы ему даете значит гортензии любого вида и конечно рода дендроны обязательно опрыскайте 10 грамм на 10 литров раствором господи сульфата калия серно кислого калия и тогда ваше растение скорее всего выйдут из зимы зелеными пушистыми и конечно цветущими на этом все пока и до свидания и